Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Вот она меня касается. Давай. Матфея 12 глава 1 стих. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колоссия и есть. Толкование блаженного фефилакта. Намереваясь объяснить законные постановления, Господь ведет учеников в засеянном поле, дабы они единением своим нарушили закон о субботе. Это придирка, конечно, была. Сегодня тоже считают, что можно, что нельзя. Вот у нас в деревне запрещается работать в воскресенье и иду на десятые праздники. Но на десятые праздники, если они не воскресенье, фермеру разрешается, потому что окно без дождя попадает, иначе урожай остается в поле. Ну, надо благоразумно смотреть-то надо-то. Не так, что вот... А у нас все праздники. Покров великий праздник. Он вообще не праздник никакой. Народ не знает. Надо благоразумно смотреть. Дальше. Матфея 12 глава со 2 по 5 стих. Фарисеи, увидев это, сказали ему, «Вот ученики твои делают, чего не должны делать в субботу». Он же сказал им, «Разве вы не считали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним, как он вошел в Дом Божий и ел хлебы и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? Или не считали ли вы в законе, что в субботу священники в храме нарушают субботу, однако они повинны?» Толкование. Фарисеи опять ставят в вину естественную нужду – голод, хотя сами хуже грешат. Господь заграждает уста их историю Давида. Давид, говорит он, по причине голода отважился и на большее. Под хлебами предложения, разумеется, те двенадцать хлебов, которые полагались на священной трапезе каждый день – шесть на правой стороне трапезы и шесть на левой. Хотя Давид был и пророк, однако не должно было есть их ни ему, ни тем более бывшим при нем. Их могли есть одни священники. Впрочем, по причине голода он заслужил прощение, так и здесь ученики. Часто напоминает им, не читали ли, обличая таким образом, тот суетный труд их, что они читают, не разумея читаемого. Закон запрещал делать в субботу. Но другой закон, напротив, повелевает священникам в субботу приносить жертву. И для жертв рубить дрова и раскладывать огонь, рассекать мясо и делать другие подобные дела. Таким образом, с одной стороны, по причине законного запрещения работать в субботу, они оскверняли субботу, когда растекали дрова и мясо, раскладывали огонь и так далее. Но с другой стороны, они не повинны были, потому что совершали священное действие. Господь предложил повествование о Давиде в оправдании учеников, показывая, что они совершенно невинны. Давид однажды по нужде нарушил закон о хлебе и предложении, и по рассуждению оставлено было ему согрешение. Священники же без нужды каждую субботу нарушают закон о субботе, однако прощаются им все о беззаконе, по закону же. То есть надо смотреть благоразумно, а не так, что вот уперся, вот нельзя. Ну нельзя есть звероядину. Ну а протопопа вакуум говорит, и я приложился к звероядине. Существует очистительная молитва. Ну вот нельзя. Однако дается и пояснение, в каком случае нельзя, когда это обычно или когда это экстремальная обстановка, требует экстремальных мер. И это сегодня встречается притом неоднократно. Говорят, а вот в другое время нельзя было, а сегодня можно, не считали. Значит, нужно считать Писание и научиться, ну так сказать, маневренно, а не без причины. Нарушают пост, вот бреются. Зачем бреешься-то? Ответить никак не могут. Не, я сколько разговаривал, не знают. Ну не положено этом все, но меня брили, когда я был в лагере. В лагере. И что я? Ну оскверненный я себя считал, вернулся, я в храм не ходил, пока борода не отросла. Я сидел дома. Приезжали ко мне священники, беседовали и все. То есть я за скрупулезное исполнение закона Божия. Как Иисуса Новина написано 1 глава 8 стих. Дабы в точности исполнить все. Вот эта точность нам необходима. Но и держать ее не всегда приходится. Обстановка иногда так подсказывает, что нужно изменить что-то. Ну ты, я не знаю, каждый случай не опишешь, но ты должен внутренне понимать. Вот здесь можно чем-то пренебречь, чтобы сохранить главное дальше. Ваши комментарии. Горе человеку ненаученному. Он как слепой без поводыря. Выводя апостола Петра на вселенскую проповедь, Господь поручает ему ангцев и овец, новоначальных и уже укрепленных. Читать Писание и не понимать его, это даже для благородного человека томительно, не спасительно и может стать смертельным. Как для Евнуха, не встретится он с диаконом Филиппом. В церкви Христовой Бог поставил апостолов, пророков и учителей. Если апостолы прошли в первом веке, пророки встречаются пугающе редко и очень часто оказываются лже-пророками, то учителя с первого и до последнего дня Церкви Христовой будут востребованы в самом большом количестве на каждом шагу. Это те самые делатели, о которых заповедовано молиться. Святые Отцы Вселенской Церкви истолковали Священное Писание все, и нам его нужно, как драгоценное наследие, знать и исполнять. Наиболее современное толкование Евангелия, дошедшее до нас, приближенное к нашим дням, написанное на родном русском языке, это толкование Вышинского епископа Феофана. Грубовато крестьянское, без всякой изысканности и утонченности. Оно каждым словом врезается в память. Благословенные персты, писавшие из толкования Священного Писания. Знание Писания и истинное разумение его толкования помогает сохраниться от ереси, бороться с ними и пленять редяков послушания Христовой Церкви. Лживые толкователи Израиля так исказили истинный смысл Писания, что в сознании народа образ обещанного Богом Мессии был совсем не похож на того, кто родился от Деву Марии. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих. Пришел к своим, и свои его не приняли. Тысячи ересей, не похожи друг на друга, имеют обоснование своим заблуждением на страницах Библии, тогда как нет истинного разумения, истинного толкования. Все закончилось. Толковать ничего не надо, надо уразумевать истину. А это выпрашивается опять же у Бога. Мы обязательно возвращаемся к молитве. Господь неоднократно об этом говорит. Не считали ли? Мы ответили бы, не считали. Положение в церкви аховое. И это можно разъяснить буквально сразу. Вот почему, когда не занято ничем, люди гоняются. Какие-то чудеса, что-то откровение. Поехали там в Москву, там кукшу какую нашли. Ну хорошо он святой, но дальше он не идет. Еду через всю страну к живому, к мертвому Серафиму. Да за это время ты прочитал бы Евангелие. Сейчас тем более начитанное на диске можно взять, на пленке-то. Совершенно не знаете еще. Народ как вот ветром поднятый какой-то целопановый мешок гонит. По ветру он где-то там падает неизвестно где. Вот так и эти люди. И все считают этим путем. Как-то непонятно как. Что-то там где-то щелкнет, включится. И что-то сделать. И ничего не будет. Вера от слышания, не от видения, не от носом, что благоухания, не от языка, что ты ел. Из всех органов чувств Бог предпочел только слух. Слышание. А слышание из всех миллиардов книг, которые на земле есть. Миллиарды книг. Газет. А Слово Божие. Святая Библия. Вот в это русло надо войти и никуда никогда не отходить. А остальное, остальное уже под это жизнь свою не подходит. Не прохожу. Не Библию под себя подделывать. А саму под нее лишнее от себя просто убирать. Ты видишь, оно мешает. И из-за этого будет нарушение. Ну и вопросов нет. Прочь с дороги. Скинул и опять дальше. Богатому трудно войти. Богатый это означает жадный. Если он богатый, и у него сердце расположено для того, чтобы уподобляться Христу бедному, апостолам бедным, он это быстро расставит все. Меня вот спрашивают, если бы были деньги, называют большую сумму, как бы я распорядился. Я рассказываю как. Мне бы не хватило даже на год этих денег. Миллионов. Я бы все употребил к месту. Ну, масштаб зависел бы от того, миллионы или миллиарды. И этому я научу всех. Меня жена все время называет великий экономист. Все. Самое негодное. Я все еще продолжаю держать. И вот покажу лампу тут. Ее мне подарили сколько лет? 46 лет назад. Там уже живое место нет. Она по-прежнему светит. Прикручу веревочками, примотаю. А что больше надо-то? Рубашку. Гляжу, рубашка совершенно ислевшая. Заплатку еще положил. А жена говорит, этой рубашке 18 лет. Ну, сколько же ты можешь с ней мучиться? А у меня они лежат новые. Я кому-то новые ребята. Раз новенькую подарил, старую не подаришь. Нужно научиться жить бедно. В бедности. Никогда не роптать. Не желать. Оно на мне новое сидит, как говорится, седло на корове. Я так себя неудобно чувствую, как Пахомий Великий. У него 11 тысяч мужиков было, монахов. И однажды, когда стирка шла, капитальная уже. И он тогда лишился этой одежды. Они решили ее куда-то спрятать. А ему выдать новую. Ну, нельзя так. Настоятель и Авва, известный на всю пустыню. И вдруг так. И вот он целый день стоял и старую одежу перебирал. И видит братья, что он до того огорченный. Братья, ну где моя одежда? Да возьми вот новенькую. И видя, как он томится, они не выдержали. Старую бы достали и подали ему. Вот я точно так же. Оно на мне не сидит то никак. Оно не годится никуда. Я ищу такие способы, как оправдать свою бедность. Допустим, я на крестителе усыкновение главы. Ну, я тогда в заплатах какой есть, тогда и пойду так. Почему-то. Или порок или я. Тут я смело иду в церковь. В эти дни я не боюсь. А уж на Пасху, у меня рубашка одна для Пасхи. Я единственный раз, когда все рубашки вытащил и чужим показал. А это когда фотографируется на загранпаспорт. Я их сложил, туда понес. А они улыбнулись и говорят, разницы никакой нет. Я вот в этой рубашке, а то все так и осталось. Сфотографировался. Какое есть. Ну, вот это когда считаешь, себя туда воткни. В это. И посмотри, как оно. Сходится или не сходится. Или одна карикатура. Слово-то Божие, оно живое и действенно. Живое оно на сегодня. Оно утром написано. Мне это письмо пришло. И во свете его я должен быть другим. Притом с радостью. Отказаться от того, от другого. Отвергнись в себя. А над этим будут смеяться. Возьми крест. Это мой крест. Надо мной будут смеяться. Меня уже знают, как на юродиво смотрят. Я босиком по центральному городу Барнаула иду в краевую администрацию. Босиком. Совершенно. Да еще и не один. Еще тут редактор газеты университетской Клименко Владимир Федорович. Тоже двое босиком идем. А в общем колонки вымыл ноги и все. Это полезно. Горячий асфальт, правда, ноги жжет. Но ничего. Дальше. Матфея 12 глава 6 стих. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Толкование. Здесь предстоит сам Господь храма. Итак, если слуги храма, нарушая субботу, бывают неповинны, то тем более слуги Господа храма. Как те, совершая священное действие, принося жертвы, имели достаточную причину к оправданию, так и апостолы. Для иудеев по их немощи Господь установил один день в неделю, то есть субботний, в который они должны были оставлять обыкновенной работы, давать покой рабам и рабочему скоту и упражняться в чтении закона и в жертвоприношении. Напротив, христианам, как более крепким, повелел всю неделю упражняться в чтении и духовном жертвоприношении. Особенно же заповедовал в день воскресный ходить в храмы Божии на молитву и заниматься чтением Божественных Писаний, что составляет духовную жертву. Я больше храма и нахожусь с учениками своими, как владыка. Посему они еще более могут нарушать субботу, чем священники. Попробуй, как говорится. Восстань против чего-то. Если написано, взявший меч от меча погибет. А в каком случае? Начинает там оборона, самооборона. Ну ты убийца в любом случае, как бы то ни было. Здесь не надо никаких вариантов. Самое главное, должен соблюсти, никого не убивать. А если ранить? Про рану не говорится. Защищая кого-то, я могу, может быть, даже палку взять в руки-то, отогнать собаку. Но я не должен быть убийцей. Это однозначно. Никого в плен не брать. А если пленное, накормить, напоить, вымолить и отпустить, выкупить его и отправить домой. А может быть, побеседовать с ним. Может быть, он Христа примет и больше не придет на эту территорию. Не важно, кто он. Татарин, немец, чеченец. Это надо заранее уже себя на это настроить. А не так, что арфы повесили на дереве, а кто блажен, кто младенцев разобьет о камень. Вот это бы с нас было. Да ладно, что духовно объясняет. Это наши дурные мысли, когда возникают языческие. Это разобить о камень веры во Христа. Вообще-то неплохо. Матфея, 12 глава, 7-8 стих. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Ибо сын человеческий есть господин и субботы. Толкование. Обличает их и укоряет в невежестве за неразумение писаний пророческих. Не следовало ли, говорит, быть милостивым и голодным? Притом я сын человеческий, господь субботы, как и всего, и виновник всех дней. Посему, как владыка, я разрешаю и субботу. В духовном смысле понимаю это так. Апостолы были жатели, жатва и колоссия верующие. Их-то апостолы срывали и ели, то есть человеческое спасение было пищей их. Это они делали в субботу, то есть во время устранения злых дел. Фарисеи же негодовали на них. Так бывает в церкви и ныне. Между тем, как учители поучают народ и стараются принести многим пользу, некоторые подобно фарисеям завидуют и досадуют. Ваши комментарии сейчас. Давай. Иоанн Златовус говорит, что дом, в котором есть Библия, делается недоступным для дьявола, имея в виду то, что живущие в доме живут согласно написанному в Библии. 2 Петра 1 глава 21 стих. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Дать правильное оттолкование Священного Писания может только Дух Святой, как автор Библии. И только Дух Святой может раскрыть разум для принятия истинного смысла Писания. Луки 24 глава 45 стих. Тогда отверз им ум к разумению Писания. Могли ли иудеи, учаясь закону Божию с самого юного возраста, познать во Христе обещанного Моисеем пророка? Ефрем Сирин, говоря об Антихристе, говорит, что живущие свято узнают его. Тем более живущие свято обязательно подтянутся к Господу, как сродственно ему, что мы и видим на апостолах. Они многократно слышали толкование о пришествии Ильи, недоумевали наслышанные слова Христа. Но Господь говорил всего лишь несколько слов в разъяснении, и все их прежнее научение от фарисеев исчезало навсегда. Такая ситуация сложилась сегодня в Православной Церкви относительно крещения и многого другого. Согласно канонам в Церкви, самой Библии, творение святых отцов, житий святых, крещение есть полное погружение, сокрытие в воде, как в могиле. Есть священники, которые поверили в эту истину, но большинство из них продолжает повторять, что и мочение мокрой ладонью головы тоже считается за крещение, и что таких некрещенных нужно считать крещенными. Это не повреждение ума, а иной дух, противную духу Православной Церкви, противную духу Вселенских Соборов, противной очевидной истине. Ну, однажды назвать вещи своими именами, и все. Вода есть, построили баптистерию в храмах, а крестить ладошкой по голове еще, потому что он сам не крещеный поп, он развратитель, лютый волк. И младенцы там не возрождаются, удушаются. Это ничего не дает. Мальчика готовят, он будет наркоман, он никогда не услышит Слово Божие. А девчонка, она распутница с малых лет будет. Но только уже в звании христианина. Вот такое мочение, оно не Богу нужно, а врагу душ человеческих. Вот Дмитрий Смирнов-то как раз и говорит, священник в московском храме. Крестил, крестил, а посмотрел, кого крестить-то. Кто действительно ходит в храм, кто молится, причащается. Вот у них дети должны быть крещены. Я это говорю уже десятки лет. А теперь заговорили и в других местах, откуда они эти берут. Сказал отец Дмитрию Смирнов, и вот тоже заволновались, как он против крещения. Ну так, он смотрит по делу дальше. Матфея, 12 глава, 9-й, 10-й стих. И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботу. В субботы. Толкование. Фарисеи, как люди завистливые, предполагая, что он исцелит его, как исцелял многих других, предупредили его. И, как говорит Матфей, предложили вопрос. А потом Господь и сам спросил, как бы вокализм на их слепоте, о чем говорят другие евангелисты. Фарисеи спрашивали его с тем, чтобы, если скажет, что должен исцелять в субботу, обвинить его. Но он не только словом, но и делом ответствовал на то, исцелив больного. Так надо учиться у Господа в мудрости. Где отвечать и как. Но это уже не вложишь. Если нет, то и нет. Я знаю, притча в уста глупого, это как для старика ковылять. Соломон об этом говорит. Он не может правильно выразить. Ему не дано. Ему надо просто заучивать, другое говорить, а такие разговоры не вмешиваются. Он не может примеры привести. Не может ситуацию эту соединить с той, которая была где-то, и посмотреть, она похожая. Она почти такая же. И тебе уже ответ готов в том случае, который Господь принял. Ну, тут молиться надо. Больше всего вредит разуму блудная жизнь. Это проеденные мозги. Ни памяти у людей, ничего нет. И нечего тут хорохориться, равняться с апостолами, со святыми отцами. Сектантская скудоумия. Вот это высокоумие. Как бы я воевал против Иоанна Златоуста, а каких-то там Брэдлида всяких собирал, Скоуфилда. Сегодня я здесь вот в интернете, но он считает, кто-то говорит проповедь, ну хотя бы один был, ну настоящий какой-то. Нет. Такая тупость, глядишь, такая мелкота мышления. И он отвергает блаженного Августина, кто он такой. И Фрема Сирина отвергает. Что сказать? Только отойди от него. Он приговорен к другому месту. И Царство Божие ему не видать, потому что Бог гордым противится. Дальше. Матфея 12 глава, 11 стих. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человека овцы? И так можно в субботу делать добро? Вот мы в субботу и едем. Наконец, нельзя ехать, как нельзя. Спасаем овцу из ямы. В духовном плане. Как это можно опровергать в субботу? У нас нет субботнего пути. Но в субботу проходим тысячу километров, чтобы успеть к жаждущим и алщищам. Правда. Толкование. Обличает их в том, что они для корысти нарушают субботу, чтобы не лишиться овцы. А человека исцелить не допускают. Итак, он обличает их здесь, как любостяжательных, как немилосердных и как преступников закона Божия. Ибо они, чтобы не потерять овцы, приступают к закону субботи. И не желая исцеления человеку, обличают себя в немилосердии. Матфея 12, глава 13 стих. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою, и он протянул. И стала она здорова, как другая. Толкование. Многие ныне имеют сухие руки, то есть немилостивые и непростирающиеся к требующим. Но когда огласит их слово евангельское, простирается их для подаяния, хотя фарисеи, то есть отсеченные от нас, гордые демоны, фарисеи значит пресечение, по своей вражде против нас и не хотят того, чтобы руки наши простирались для подаяния милостыни. Подобно тому, как тогда фарисеи не желали исцеления недужному. Ну, просто так делать, тут толковать нечего, все понятно. 14 стих. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Толкование. О, зависть! Когда принимают благодеяния, тогда особенно неистуюствуют. Христос уходит, потому что еще не настало время страдания. И вместе, щадя фарисеев, да не впадут в грех убийства, ввергать себя в опасность без нужды из дела небогоугодное. Ну, вот. Были такие, как Гурин, Самон, Авиев, они ходили и искали палачей. Где вы, где вы? Или святая Дроссида сама в печь залезла. Император Адриан взял надпись, вот не утруждайте нас, а вот печь разожгли и кидайтесь туда. Они приходили и бросались, это его дочь была такая. Надо уметь прятаться. Примерно для нас служит апостол Павел. По стене, в корзинке опустили. Или Афанасий Великий, патриарх Александрийский, он был еще диаконом. Вот был, человек. Настоящий революционер. Скрывался, его нигде не могли поймать. За ним гонятся, ну, ясно, что гонятся, это корабль где-то. И он в одном месте разворачивается, навстречу плывет. Видели ли такого-то? Видел, видел, видел. Вы недалеко от него, совсем близко, вот-вот поймаете. Но на самом деле они так близко и есть. Промелькнули. Из храма уходил, окруженный вместе с людьми, проскальзывал, и никто его не узнал. То ли в толпе переодевался, и как скрывался в колодце. Жил в колодце, и девушка одна кормила его. Придет за водой, а на самом деле опускает его туда. Почерпнет воду, уйдет, и вот придумал же, как сделать. И нельзя было ничего заподозрить, никто не искал. Оттуда разразился таким посланием, что буквально все колебалось. А всего-то только диакон. Вот тебе диакон. Матвей 12 глава 15-16 стих. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем. Толкование. Желая укротить зависть фарисеев, не хочет, чтобы о нем объявили. Он всеми способами старался уврачевать их. Толкование закончилось. Ну, хорошо. С 17 по 19 стих. Досбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Севотрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его». Толкование. Евангелист приводит и пророка во свидетели к ротости Иисусовой. Он возвестит суд и язычникам, то есть будет учить и язычников, ибо суд здесь тоже, что учение, знание и развлечение добра. Или возвестит язычникам и о будущем суде, о котором они никогда не слыхали. Ну тут все толковать еще, все понятно. Матфея 12, глава 20 по 21 стих. «Трости надломленные не переломит, и льна курящего не угасит, доколе не доставят суду победы, и на имя его будут уповать народы». Толкование. Он мог, говорит, сокрушить иудеев, как надломленную трость, и угасить неистосток гнева их, как курящийся лен, но не хотел, пока не совершит своего служения и не победит их во всем. Чтобы не имели чем оправдываться, все терпел, дабы впоследствии осудить их, как не могущих дать ответа. Василий Великий под тростью надломленной разумеет такого человека, который подвержен какой-либо страсти и в то же время желает исполнить волю Божию. Такого человека не надо сокрушать и отвергать, но наставлять, подобно, как Господь наставлял. Курящийся лен означает такого человека, который исполняет заповеди Божии без теплого чувства и не с полным усердием. Он означает еще ослабевшего человека, который также не должен отвергать, напротив нужно возбуждать и поощрять напоминанием о судьбе Божьих и божественных обетованиях. Все понятно. С 22 по 23 стих. Тогда привели к нему бесноватого слепого. Ты всегда считай, мы Банград, Матфея всегда произноси. Матфея 12 глава с 22 по 23 стих. Вот так. Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его. Так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, не это ли Христос сын Давидов? Толкование. Демон заградил все пути, ведущие к вере, и зрение, и слух, и язык. Но Иисус исцеляет все чувства и называется от народа сыном Давидовым. Ибо Христа ожидали от семени Давидова. Если и ныне случится тебе видеть, что иной сам не разумеет добра и не принимает слов другого, то почитай его слепым, немым и глухим и помолись о нем, да исцелит его Христос, коснувшись сердца его. Да исцелит его Христос, коснувшись сердца его. Никакой обиды здесь нет, что слепой и глухой. Он не видит, что перед глазами и не слышит. Имеет уши, говорит, не слышит, но не видит. Абсолютное большинство людей на земле именно такие. Это может быть и президент, и патриарх, и кто угодно. В глаза мажет Христос благодатью Духа Святого. И тогда вдруг ты видишь и разумеешь. Картина совершенно по-другому выглядит. Почему Господь спрашивал Иеремии, Иеремия, что ты видишь? Он говорит, вижу, и дальше говорит, смоковница, ты дерево миндальное или котел опрокинул, ты правильно это видишь. А ветер откуда дует с севера? Значит, враг придет с севера и опрокинет все это. Правильно видишь. Этот вопрос иди и смотри неоднократно показывается в Библии. Господь хочет, чтобы мы уразумевали. Иди и смотри. Я тебе покажу великое и для тебя недосягаемое. Надо научиться правильно видеть, понимать, что в этом событии заключено. Почему произошла революция? Почему расстреляли царя? Почему? Вот начинаешь разговаривать, священники считают книги, они ничего понять не могут. Я говорю, вы виновные, главное, это не царь, а вы. Он-то мирской человек, вы духовные, взявшие ключ разумения, и сами не входили, и хотящих не пускаете. На них нет никакой управы. Везде они цензуру свою ставят, никакой живой мысли. А одни бы мощи, 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 с мощами замучились совсем. Я говорю и призываю все мощи до единой частички отовсюду собрать и с великой честью, с песнопениями, прессонными священства захоронить их в подобающем месте. Все на этом. Закончится это язычество. Нас обвиняют свиноеды и трупопоклонники. И что тут возражать-то? Мы действительно такие Матфея 12 глава 24 стих. Фарисеи же услышав сие сказали Он изгоняет бесов не иначе как силу Визиула князя бесовского. Толкование Хотя Господь удалился ради их но они издали услыша что Он делал людям благодеяние клеветали на Него. Значит они так были враждебны человеческой природе как сам дьявол. Ну так Давай. Матфея 12 глава с 25 по 26 стих. Но Иисус зная помышление их сказал им Всякое царство разделившееся само в себе опустеет и всякий город или дом разделившийся сам в себе не устоит. Если сатана сатану изгоняет то он разделился сам с собой как же устоит царство его толкование обличая помышления их тем самым показывает что Он Бог Он ответствует им подобиям заимствуемым от обыкновенных предметов и обнаруживает безумие их ибо как демоны могут изгонять друг друга когда они всегда стараются помогать друг другу сатана значит противник Матфея 12 глава 27 стих И если я силу визивула изгоняю бесов то сыновья ваши чью силу изгоняют посему они будут вам судьями толкования пусть говорит я таков как вы говорите чьи же силу изгоняют ваши сыны то есть апостолы ибо они были их сыны уже ли и они изгоняют силою визивула если же они изгоняют божественной силою то тем более я потому что они совершают чудеса моим именем и так они послужат к осуждению вашему за то что вы все еще клевещите на меня хотя и видите что они чудес действуют моим же именем это и сегодня точно так же вот это нельзя зума а сектант я говорю мое сектантство вкусить бы вам я сектант а в моем доме сектанты делаются православными а вы супер православные не вылазите от священников монахов и все дальше и дальше уходите ничего не знаете и глядя на вас ни один не приблизится к православию такое надмене снобизм вот это вот обзываются клевещут они не понимают даже что можно учиться всюду и везде я распространяю даже вот здесь после моления у нас бывает свидетели его брошюрки распространяют а я их распространяю здесь даю людям считать адвентийскую литературу даю считать баптистскую католическую хорошую считайте молитесь и господь откроет тебе не надо этого бояться и поэтому вот кончится собрание мы садимся и слушаем проповеди Ярла Николаевича Пести православные люди но я им говорю вот если он неправильно говорит он неправильно стены божьи стали входить дочерям человеческим что будто ангелы стали жениться на людях этого не может быть ангелов нет семени вот а остальное он говорит правильно чтобы люди уже начинали самостоятельно мыслить а не так не наше значит как у старобрядцев вдолой ничего не принимать ни от кого но и сидят ничего нету пустое место давай Матфея 12 глава 28 стих если же я Духом Божиим изгоняю бесов то конечно достигло до вас Царствие Божие толкование говорит как бы так если я изгоняю бесов божественной силой то я Сын Божий и пришел ради вас дабы вас облагодетельствовать Царствие Божие есть пришествие Христово зачем же вы поносите пришествие мое к вам и ради вас Матфея 12 глава 29 стих или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его если прежде не свяжет сильного и тогда расхитит дом его толкование Я столько говорит далек от дружбы с демонами что противоборствую им и связываю их бывших до пришествия моего крепкими ибо вошедший в дом то есть в мир Христос расхитил то есть исхитил от работы дьявола сосуды бесовские то есть человеков которыми обладали прежде демоны бесовский князь крепок впрочем не по природе а потому что крепко мучил и насиловал тех которые по нерадению были немощны под сосудами его разумеется также подвластны ему демоны как орудие его Христос не только не имеет любви к бесовскому князю но и связал нечистую и слабую силу его и что он не расхитил бы то есть не разогнал бы бесов если бы наперед не связал самого князя укрепляющего их вот когда связан будет на Голгофе все это доказывается а так евреям 2.14 и как дети причастны плоти и крови ты он воспринял оное дабы смертью своей лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола ну и 18 глава об этом говорит Матфея как кто может войти в дом сильного если прежде не свяжет он связанный сатана связанный силы у него нету произнеси имя Господа Иисуса Христа соверши хрестное знамение и он бежит от тебя Матфея 12 глава 30 стих кто не со мною тот против меня и кто не собирает со мною тот расточает толкование как говорит станет помогать мне Велизиву который напротив противодействует мне я учу добру а он злу как же он со мною я собираю людей во спасение а он расточает касается всем словом и фарисеев которые когда он учил и доставлял многим пользу настраивали народ чтоб не приходили к нему таким образом Господь показывает что они истинно подобны демонам здесь все сказано не надо подражать этим людям они уподобятся демонам скажут да как так грубо оскорбительно да все это пустые слова подобны демонам и когда Иоанн Златоуст разбирает и говорит кому подоблю тебя и перечисляет собака зверь волк леса они обладают одним каким-то качеством а человек и хитрый и злобный и кровопролитный сравнивает тебя с демоном но демон не увлечен прелюбодеянием корыстолюбием даже с демоном нельзя сравнить а вы верующие стоите передо мною Иоанн Златоуст говорит конечно обида обидно ничего себе хватил но это действительно так да Матфея 12 глава 31 по 32 стих посему говорю вам всякий грех и хула простятся человеком а хула на духа не простится человеком если кто скажет слово на сына человеческого простится ему если же кто скажет на духа святого не простится ему ни в семь веке ни в будущем толкование здесь говорит что всякий другой грех имеет хотя мало извинения например блуд воровство ибо мы ссылаемся обыкновенно на человеческую немощь и потому заслуживаем некоторые извинения но когда кто видит совершаемые духом святым чудеса и производит и производит их от демона то какое может быть иметь извинения очевидно он знает что они происходят от святого духа но злонамеренно хулит их как же он может быть прощен таким образом когда иудеи видели что господь ел и пил что он обращался с мытарями и блудницами и делал все прочее свойственно ему как сыну человеческому и потом порицали его как любящего есть и пить то в этом они достойны извинения и всем не потребуется от них покаяние так как они соблазнялись каким казалось не без причины но когда видя что он творит чудеса и однако клеветали и хулили святого духа называя его бесовским делом то как им отпустится этот грех если не покаются но кто хулит святого духа то есть духовные дела христовые и называет их бесовскими тот если не покается не будет прощен по елику не имел никакой благовидной причины хуле как например тот кто клеветал на христа видя его среди блудников и мытарей так не отпустится ему ни здесь ни там но он будет наказан и здесь и там многие наказываются здесь только а там нет как бедный лазер другие здесь и там как садомляне и хулящие святого духа иные же ни здесь ни там например апостолы предтеча и другие они хотя по-видимому называемые были как подвергали когда подвергали сгонения но это не было наказанием за грехи а искушение ведущее к венцам вот определение наказания от кого как у людей это свойство есть такое подожди это цветочки что-то будет а ты тебе вот за это это совершенно недопустимо кто знает может за это а может нет это господь так делает и он разумляет и вот он перечисляет сколько какие примеры одни начинают мучиться здесь как иуда а другие только там это Ян Амос Камынский подробно описывает ну прими это один раз и ты поймешь что лучше нет как избрать жизнь святую не прикасаться к нечистому никакой алкоголь чтобы руки не касался не говорят чтобы выпить так Матфея 12 глава 33 стих или признайте дерево хорошим и плод его хорошим или признайте дерево худым и плод его худым ибо дерево познается по плоду толкование по елику и евдеи не могли признавать чудес злыми делами а совершавшего и Христа хулили приписывая ему бесовские свойства то он говорит или и меня признавайте добрым деревом и чудеса мои будут добрый плод и или если вы признаете меня гнилым деревом то и чудеса мои очевидно будут плод до худой но о чудесах и плодах моих вы говорите что они добрые следовательно и я доброе древо потому что как древо узнается по плодам так и я могу быть узнан из чудес моих ну так относится каждому из нас сегодня не признают зато признают такие плоды я вспоминаю мне говорили когда после 13 лет пребывания на сибирской земле Гедеон тогда был архиепископ он потом ставропольским митрополитом стал он уезжал когда Докукин фамилия его то сказал я 13 лет был священником все вы лицемеры у меня только один человек был который правду мне говорил вот и все как-то он разобиделся на священников мне уже священник говорит он прям разошелся кулаком они на пилист приехали прислуга одеколону ну и подходит пуговку застегнула одна палата дольше что там или что-то он ему как ударил так он юзом выполз из алтаря на животе соскочил у архиеписа хулиган он навел такой шорох там его боялись да правильно Игнатий говорил вы даже хлеб отрабатывать не хотите вот и все значит внутри он сознавал что я прав Матфея 12 глава 34 стих порождение ехиднины как вы можете говорить доброе будучи злые ибо от избытка сердца говорят уста толкование вот говорит вы будучи злыми древами приносите и плод злой когда злословите меня так и я если бы был был бы зол приносил бы худой плод а не такие чудеса называют их порождением ехидны так как они хвалились Аврамом то он дает им знать что они не Аврама потомки а предков дурных каковы и сами они вот это относится и к нам я священника одного недавно спрашиваю он моего возраста а вы как как уверовали то как уверовали а ты видишь у меня портреты висят это сродники мои один из них канонизирован даже я вас спрашиваю а он уже понимает так я отросток я такой на них же похожий что спрашиваешь то а я знаю что от святого святой не рождается от фарисея фарисей его научить надо тогда будет фарисей а то мамлюк какой-нибудь получится так что тут все от тебя зависит от научения да матфея 12 глава 35 стих добрый человек из доброго сокровища выносит доброе а злой человек из злого сокровища выносит злое толкование когда видишь что кто-либо срамословит или празнословит то знай что в сердце у него еще не то что говорит но гораздо более того потому что наружу изливается только избыток то есть тот скрывая то есть тот скрывая многое внутрь себя открывая только малую часть скрываемую подобно сему и тот кто говорит доброе в сердце носит гораздо больше добра мудрствование всякое добродетие во славу Божию о Христе есть сокровище благое а мудрствование на зло осужденное Богом есть сокровище лукавое от всех то сокровищ и выносит всякие по слову Христову добро или зло словами ли то или делами а человек как в яме сидит и лопатой языком выбрасывает слова эти от избытка сердца через край переваливается уже которое ну и определи какие слова но это не означает что скверные матерки не по слову Божию пометь докуда досчитал все а то большой ролик он трудно проворачивается вот немножко тут покажи пока что я вот покажу наше богатство это трехтомник полного толкования нового завета по блаженному фефилакту и вместе с откровением откровение по всем святым отцам Геннадий Фас составил магистр богословия артеилей вот и здесь же 240 вот смотрите как он выглядит новый завет красота какая закладки какие как он здесь выглядит в каждом томе 752 страницы и изображение вот они раскрасили Гюстава Даре 230 картин самый полный где ссылается на раскрашенные это только наши нами не две не три а 230 картин мы раскрасили вот оно где видите сколько труда положили потому что мы любим иллюстрации и любим написанные ну и наше сокровище показать его нигде в мире такого нету наш сайт во свете Библии к истине один народ друг просто во свете Библии зарядите православный сайт или Игнатий Лапкин сайт три слова и он откроется здесь здесь 50 книг мной начитанных полный златоуст 12 томов полное жития святых Библии вот все здесь есть вот здесь 38 книг которые я издал но я считаю самое ценное неповторимое справа вот это охаянная мешает картинка реклама называется не убрать ничего нельзя говорят денег дай уберем ну нахальное просто 4124 вопроса и ответа вот здесь вот они ткни в эту папку избери а там все вопросы идут какие есть на эту тему какой том номер вопроса ну а дальше ткни вопрос открылась уже ответ ответ бывает не одна страница вот а внизу вверху вот здесь православный форум Игнатия Лапкина в него только ткни и ты сразу будешь на форуме вот а форум это наш форум это не не чужой форум вот он я его покажу сейчас вот смотри православный форум Игнатия Лапкина вот я маленько увеличу его вот непонятно что тут разодрало так широко вот у нас здесь есть православный видеоканал открытым оком во свете Библии почти тысяча роликов наших наши занятия наше благовестие детский лагерь ролики вот только что сейчас ну новое вступление попросили сделать все здесь есть вот сейчас выставляем это мы в Беслане были где ну другие места вот священники Московской Патриархии тут это документально приехали у нас служат кто нас обвиняет еретиками я говорю ну ладно мы еретики но епископы священники у нас служат приходят с еретиками тогда по канонам все отлученные а ты ты меня обвиняешь я легко оправдаюсь вызовите меня и я докажу что ты лжец а что еретик ни один не докажет как наш архиерей сказал вам Игнатия никогда не обвинить он не просто а сугубо православный у меня доказательства покажи веру твою без дел твоих а я покажу из дел моих покажи что ты православный а я покажу вот люди пришедшие из адвентистов вот книга 15 том открытым оком и там 15 том и там 74 свидетельства о том как люди пришли через наши занятия в университете покажи ты что то подобное Яков прямо говорит покажи он не боится этого сказать вот так ну а у нас еще православное открыто mail.ru очень большой богатый у меня лист здесь он правда уже искореженный mail.ru но даже в этом остатке он лучше как вконтакте фейсбук одноклассники вместе взятые они не стоят одного говорится шага в mail.ru раньше было год назад одновременно можно было посылать 10-12 фотографий 30 тысяч знаков или 3000 3000 знаков посылать сразу на 10 тысяч человек вот это я понимаю система но там где руководят эти я не знаю где они руководят оттуда ими из Иерусалима или из Вашингтона им кто-то дал указание и они это все сделали видимо по-своему правы были вот новые я ставлю ролики вот они идут ролики вот они один за другим это чудо которое дали мы всегда молимся за Тим Бернерса Ли Ли это Тимофей изобретатель интернета за Мартина вот который изобрел телефон Мартин Купер вот и все слава Господу вижу что у меня идет тут дописывает уже последний ролик у нас богатый материал мы привезли может быть на сотню роликов материал из благовестнического путешествия полторы тысячи фотографий это из шести тысяч только набрали очень богатый материал вот сейчас я поставил только ролик называется Женись только по Святой Библии мои рассуждения об этом когда я одного юношу предупреждаю чтобы он не ошибся в выборе невесты пожалуйста вот так посмотри этапы ну вот 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 я